Что такое стресс? Стресс — это когда ты имел неправильную цель в жизни. Цель в жизни кормит всю психику человека. Вот смотрите, есть разные цели. Есть цели, которые просто судьба выбирает. Вот, например, хочу замуж. Это я выбрал? Выбрал. Я выбрал цель? Нет. Жизнь выбирает. Приходит время — хочется замуж. Всё. Жизнь выбирает. Всем женщинам хочется замуж. Приходит время. Но если женщина считает, что это цель её жизни, вот она живёт для этого, чтобы выйти замуж, это значит, что она замуж не выйдет. Почему? Потому что она в эту мысль вкладывает всю свою надежду. То есть, другими словами, мужика она поверила в мужика, а не в Бога. В результате она начинает очень сильно от этого зависеть, потому что зависеть от кого-то человеку надо обязательно. Вот я завишу от голоса своего наставника. Я когда молитву читаю, включаю от него, завишу сильно. И эта зависимость абсолютную силу имеет. Она никогда не подведёт, потому что через голос наставника в этом случае действует Бог. И никогда это не разрушит мою жизнь. Я убеждался это в тысячу раз. Чем больше я слушаю голос старшего, чем сильнее я живу. Но если я завишу от мужа, то есть он цель в моей жизни, то этот человек не выдерживает этой энергии. Не выдерживает. Его плохо становится внутри. Он не может жить с этим человеком, который как бы верит в него. Вот поднимите руку, кто не смог жить с человеком, который так сильно его любил, что это разрушало. Вот это много таких людей. Невозможно просто выдержать эту силу. Вот человек от тебя верит, в тебя. У меня был случай один. Я вот читал лекцию 4 часа. Ну, в ответ на вопрос там всё. 4 часа лекционных. Выхожу из зала. Бежит женщина. Говорит, Олег Геннадий. Без вас я не смогу жить. И хватает меня за руку. 5 секунд хватило, чтобы я обесточен был полностью. Я побледнел такой. Мне плохо стало. Давай-ка. За меня держится. Вроде бы как бы уже супер, да? Всего, чего мог, достиг. Осталось только. И всё. Мне плохо стало. Почему? Потому что она меня с кем-то перепутала, понимаете? С кем-то перепутала. С Богом. Старшим надо доверять. То есть это тоже вера. Но надо понимать, что если я правильно себя веду, я хочу сама поменять свою жизнь и хочу помощи, тогда через старших начинает действовать Бог. Но если я считаю, что Он мне поможет, а я сама делать не хочу, вот такая вера, означает, что человек верит в человека, а не в Бога. Он сделал себе кумира просто. Кумира. Или я человека Богом начинаю считать, тоже сделал кумир, тот же самый результат. Итак, стресс означает, что я основой своей жизни, жизненным остовом своим сделал что-то не то. и это значит, что я надеюсь на это, на то, что не надо надеяться, так сильно, что разручаю этот объект. Вот допустим, я строю дом, и это вот самое главное в моей жизни. Я на это сильно надеюсь. Я, во-первых, разрушаю этот объект, потому что в этом случае у меня будет меньше возможности его построить. Как это работает, я вам могу примерно объяснить. Вы смотрите, я сильно хочу выйти замуж. Что это значит? Я худею, я бледнею, я становлюсь несчастной. Мои чувства, собственно, достоинства падает. Я, когда вижу мужчин, я как бы не могу с собой ничего сделать. Мне плохо становится. Я надеюсь. Кому мужику такая нужна девушка? Кому такая нужна? Несчастная, замученная. Нужна кому-то, нет? Да никому она не нужна. Всем нужна такая, независимая от мужчин, такая радостная сама по себе, счастливая. И все вот только на таких смотрят. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Все. Диагноз поставлен. Стресс. Дальше идет стресс. Можно ли создать такой брак? Невозможно. Невозможно. Если только героический человек это выдержит какой-то, вот он как по милости Бога такой, все, я все смогу, я клятвы не нарушу. И самое главное, он любить этого человека не будет, потому что этот человек вот жадный до любви, он себе всю эту любовь перетягивает. Тому ничего не остается. Тот человек, которого ты выбрал, ему ничего не остается. Ему надо просто из чувства долга с тобой, чтобы тебя спасать, как-то вот с тобой находиться. Такой самопожертвенный такой, да? Ну где вы таких людей видели? Такое же героическое такое поведение должно быть. Поэтому не вариант. Верить в человека не вариант. Продолжение следует...